Всем привет-привет! Сегодня я покажу вам обзор вот такой классной коробочки от фирмы L'Oréal Paris. Также расскажу об интереснейшем конкурсе. Сейчас проходит 66-й Каннский фестиваль. И официальным визажистом Каннского фестиваля является L'Oréal Paris. Чудо-конкурс! Любительницам макияжа он понравится. Участница должна повторить макияж Ева Лангори или Натальи Поли. Повторить макияж за кем? На сайте, в котором ссылка будет под моим видео, официальный визажист Нина Кисляк, L'Oréal Paris в России, показывает два варианта макияжа Ева Лангори и Натальи Поли. Вы должны выбрать, какой образ для вас ближе, создать макияж, загрузить готовое фото на их сайт до и после. Победитель получит набор косметики и фотографию в блоге звезды. Очень-очень круто! В общем, внимательно прочитайте условия конкурса на их сайте и дерзайте! Вот такая коробка, здесь косметика. В этом наборе находятся все необходимые продукты для того, чтобы создать образ Ева Лангори. Lumi Magic. Магия света. Она такая жидкая, и когда я нанесла ее на руку, она прям потекла. Я подумала, может она какая-нибудь испорченная, а оказывается нет, это такая у нее специальная текстура. И на самом деле, благодаря этой текстуре намного легче наносить тоналку на свое лицо. Совсем-совсем недостатки он не скрыл мои, но все равно ровный тон он сделал, он выполнил свое дело. Здесь какие-то тоже представлены частички, которые отражают свет. И вы не чувствуете его на лице, мне очень это нравится. Он подойдет идеально для сухой кожи. И для жирной тоже, в принципе, подойдет, но не летом, не сейчас. Зимой вообще самый идеальный вариант. Lumi Magic. Раймер. Хайлайтер. База под тональный. Если его нанести на руку, он будет такой беленький, перламутровый, полупрозрачный. Я не пробовала его как базу, но я зато пробовала его как хайлайтерный скул. Может быть, вы сейчас видите, как переливаются мои скулы. Он дает очень-очень естественный блик. В нем нет вообще крупных, никаких блесточек. Жемчужное такое сияние на скулах. С помощью этой палетки теней я сегодня сделала макияж глаз. Здесь четыре оттенка красивых, теплых оттенков. Золотой, зеленый, бордовый, серо-синий. Все здесь с блесточками, с шиммером, с перламутром. И тени хорошо, в принципе, пигментированы. Да, они классно ложатся навеки. Я делала макияж без базы. Сочетание бордового с зеленым просто дает необыкновенную красоту на ваших глазках. Для обладательниц карих и зеленых глаз это просто вообще волшебная палеточка. Два лайнера. Один супер лайнер Perfect Slim. Это как фломастер. Очень-очень тоненький, заостренный, водостойкий, твердый. Вот это единственный минус, конечно, в этой подводке, что она такая твердоватая. Хотелось бы немножко помягче, чтобы она была. Карандаш для глаз очень стойкий. У этого карандаша 24-часовая стойкость. Он очень черный, глубокий цвет. Можно сделать действительно красивые смоки с этим карандашиком. Мне он тоже понравился, но тоже единственный минус. Он тает. Я оставила его на солнце немного, и он начал таять. И когда он контактирует долго с вашей кожей, он тоже начинает таять. Тушь Volume Million Lashes Excess, которая должна создать миллион ресниц. Она не создала миллион ресниц. Мало того, она их склеила, но комочков она не оставила. И, в принципе, тушь держится в течение дня и не осыпается. В принципе, хорошая тушь для больше удлинения, нежели для объема. Приятная помада, очень легкая. Оттенок Nude, 501 номер. Немножко она сушит, немножко. Всем спасибо. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok